Друзья, всем привет! Как вы знаете, я занимаюсь помощью в покупках новых автомобилей. На основании этого, в этом видеоролике, я вам хочу рассказать, что сейчас происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Какие скидки на машины, как изменились цены, как изменился спрос, в общем, что произошло за июнь и какой реалистичный прогноз стоит ожидать на июль. Все это будет в одном ролике. Я отвечу примерно на 10-15 вопросов, но кратко. Таким образом, я оставлю вам в описании тайм-код, чтобы вы могли посмотреть, на какой минуте о чем пойдет речь. Но, прежде чем мы начнем, друзья, ну как без этого, спонсор выпуска, буквально 2 минуты интересной рекламы, после чего мы возвращаемся к основной теме выпуска. Поехали! Отличный летний день, мы находимся в движении, и прямо сейчас я вас уже знакомлю со спонсором этого выпуска, каркасные шторки от компании Лайтова. Как шторки ведут себя в движении? Мы едем со скоростью 80 км в час, ну вот, пожалуйста, посмотрите, шторки стоят, мое стекло, пассажирское стекло. Друзья, ну вот посмотрите, что не видно, обзорность более чем достойная. То есть под любым углом, под которым вы будете смотреть, все, что происходит в зеркалах, вы это прекрасно видите. Хуже обзор становится только тогда, когда наступает ночь. И в этом-то весь плюс шторок, то, что вы берете за вот эту петельку, аккуратно потянули, и за секунду шторку снимаете, убираете в багажник, все, вы, условно, растонировано, вы все прекрасно видите. Поймите, в этом-то весь и плюс, и кайф шторок, что они мобильные летом, когда жара, вы выходите, понимаете, что сейчас отправитесь в дальнее расстояние, одели спокойно шторки, поехали дальше. Когда вы выходите, плохая погода, дождь, хуже обзорность, вы их сняли, убрали в багажник. Такой возможности с тонировки у вас нет. Обратите внимание на крепление. Вот эти клипсы отличаются от тех, которые крепятся на скотче тем, что скотч в жару просто-напросто может поплыть, и у некоторых со временем он даже отваливается. Здесь же он крепится надежно, и, соответственно, жара и любая температура на него никак не влияет. Это гораздо надежнее. Вот так выходит солнышко за 2 минуты, мы одеваем шторки, и у нас автомобиль приобретает эффект тонировки. Самое главное, придает вам комфорт при передвижении. Не летит пыль, в салоне меньше шума от ветра, придает комфорт, больше эстетики появляются у автомобиля. В общем, друзья, шторки лайтовые – это действительно полезный, комфортный аксессуар вот в такую солнечную погоду. Переходя по ссылочке в описании, вы сможете познакомиться с ценами конкретно на ваш автомобиль. За комплект на передние стекла или комплект на автомобиль в целом. Цены вас приятно удивят. Указывая промокод, что вы от Машкова, вы получаете дополнительную скидку. Попробуйте, покатайтесь и самое главное, не забывайте, что это аксессуар, который можно легко снять и легко установить. Не создавайте сами себе проблем. Если на улице темно, убирайте их в багажник и передвигайтесь с комфортом и безопасностью. Шторки лайтового ждут тебя по ссылке в описании. Итак, последний подобный ролик мы снимали в конце мая. Тогда мы делали прогнозы и серии, что же будет в июне. На тот момент еще был введен режим самоизоляции. И уже с первых чисел июня на самом деле реально пошел всплеск и спрос на новые автомобили. А с 9 июня, как только сняли в Москве режим самоизоляции, так и вовсе, я не побоюсь этого слова, начался какой-то бум на скупку новых автомобилей. Несмотря на то, что цены на машины выросли. Несмотря на то, что скидки на машины стали меньше. На некоторые машины это значительно меньше. Недорогие автомобили типа Hyundai, Solaris, Kia, Rio. Ранее на эти автомобили скидку делали в среднем 40-50 тысяч рублей. Сейчас она немного на них изменилась, но незначительно. Но при этом скидку сейчас практически на них не делают. Да, можно найти варианты в определенных комплектациях, не так востребованных. На них вам сделают дополнительную скидку. Но в большинстве своем вам предложат купить автомобиль по розничной цене. Так еще предварительно вам предложат купить дополнительное оборудование, что приведет к удорожанию автомобиля в цене. В общем, из-за скачка курса доллара и пандемии на все автомобили цены выросли. Где-то больше, где-то меньше. Но при этом точно так же на все автомобили продолжают делать скидки. И также где-то больше, где-то меньше. И знаете что? Это просто нечто происходит. Абсолютно, наверное, все дилеры по Москве выполнили план. А многие из них даже перевыполнили план. Несмотря на то, что у нас происходит есть нечего. Денег нету. Да кому эти машины новые будут нужны? Я прямо это отмечу, что в предыдущих роликах подобных, я читая комментарии, видел, что многие говорят, да нафиг, они нужны эти новые тачки. С ростом цен, скидки становятся меньше, никто их покупать больше не будет. Вот посмотрим, как один за одним дилер будет закрываться. На деле же в реальности происходит все с точностью наоборот. Как и прогнозируется, что будет краткосрочный рост на покупке автомобилей. Многие люди, видимо, имея деньги, понимая, что в дальнейшем может быть что угодно, куда-то надо деньги вложить. Недвижимость стоит дороже. Открывать какой-то бизнес, ну, сами понимаете, это тоже сегодня, как показывает практика, не вариант. Покупают машины, потому что хоть как-то они смогут эти деньги свои удержать, как вариант. Многие наверняка шли к этой покупке, поэтому сейчас июнь пролетел просто на 5 баллов. Тачек было скуплено огромное количество. Изменение цен и реакция людей. Значит, как я сказал в комментариях и в интернете, это совсем другая реакция из серии, то, что это никому не нужно. Все, можно закрывать все салоны, покупать никто не будет. В реальности. Многие люди, сидя еще на изоляции в апреле, например, в частности, писали мне, спрашивали про разные абсолютно автомобили. Вот под словом разные, это и Kia Rio, и Mazda 6, и Toyota, и BMW, и Audi, и Mercedes. Я им давал примерное понимание, что стоит ожидать. Все были удивлены, что скидка меньше, сумма больше. Говорю абстрактно, но в целом, то есть, друзья, вы просто должны понимать, что все были в шоке от того, что цены выросли на машины. Но проходит буквально 2 месяца, и люди покупают эти автомобили по тем ценам, от которых они были в шоке. То есть, вот так вот, казалось бы, всего там буквально 2 месяца проходит, и люди уже адаптируются к новым ценам. Я постоянно делаю публикации в инстаграме нашего канала, там выкладываю машины, сколько она стоила по рознице, за сколько ее удалось купить, на каких условиях. И частенько встречаются комментарии серии, офигеть, по каким ценам нынче продают машины. Но тем не менее, если вы начнете звонить по салонам, и вы будете просто-напросто удивлены, что на многие машины сейчас появился дефицит. Так, например, Mazda 6 в определенных комплектациях машин практически не найти. BMW 3 серии машин практически не найти, в силу того, что у них сейчас что-то изменилось в производстве, и автомобили стали немного тяжелее. Они ждут сертификацию нового веса. Поэтому автомобили многие зависли на границе. Соответственно, эта новая поставка придет ориентировочно в конце августа, начало сентября. А сейчас по дилерам, если вы позвоните, там машины буквально по одной-две штуки стоят. Я тоже удивляюсь, спрашиваю, а где тачки-то? Они говорят, так в июне все продали. А в июне действительно был, ну, я даже не знаю, я такого раньше спроса никогда не встречал. Просто бешеный. И самое главное, многие люди, кто обращались за машиной, они действительно обращались с целью реальной покупки. Не просто так прицениться, посмотреть. Они обращаются. Они видят то, что цена там на 500 тысяч рублей стала выше на машину. Тем не менее, они берут ее и покупают. В масс-сегменте типа Lada, Kia, Hyundai, вот такие более доступные автомобили по цене, их изначально всегда производят больше. Но, тем не менее, там практически скидок вообще не делают. Если раньше, подчеркиваю, там на ту же самую Lada, Grand'у какую-нибудь, там, ну, различные модели от компании Lada, делали 10, 20, 30 тысяч рублей, сейчас такого не делают. На корейские автомобили тоже никто скидку делать не хочет. А такие автомобили, как Audi, Mercedes, BMW, их скупают так, что сегодня найти желаемую комплектацию в нужном цвете, вот это на самом деле может быть огромная проблема. Подчеркиваю, что третья серия сегодня продается по цене, там, допустим, 2 миллиона 800 тысяч рублей. И за эти деньги вы получаете полный привод, M-пакет самый начальный. Все. Какая-нибудь более продвинутая версия будет стоить 3 миллиона 200 тысяч рублей. На секундочку, по такой же цене примерно можно купить и BMW 5 серии, бензиновую 530. Но, каждая покупка эта индивидуальна. В целом, картина такая, то, что спрос бешеный был, машины раскупили так, что сегодня просто-напросто выбрать не из чего. Вопросы у меня все под рукой. Значит, как покупают автомобили, наличка или кредит? Можно подумать то, что, ну, понятно, народ сейчас рванул покупать автомобили, наверняка понабирают кредиты. На самом деле, вот, я могу от себя сказать так, что примерно из 100% процентов 65-70 покупают за наличку. Когда я общаюсь с людьми, я всегда у них спрашиваю, вы взяли, может быть, потребительский кредит? В большинстве своем, вот, ну, больше 50% берут за наличку на скопленные деньги. Конечно же, есть люди, которые берут кредиты, есть люди, которые берут кредит прям совсем маленький, то есть, например, машина стоит полтора миллиона, у человека первоначальный взнос миллион двести, и он хвостик там на год-два берет 300 тысяч рублей. Но есть ситуации, когда заходят с минимальным первоначальным взносом, берут огромную сумму кредита. Но таких людей, по крайней мере, на моем опыте, гораздо меньше. Что с программой госавтомобиль, вот эти скидки 10% от государства? На самом деле, как показала практика, программа реально рабочая. Мы уже покупали машину, минус 10%, специально брали кредит, вот, ради скидки. То есть, люди проходили по различным возможностям этой программы. Там можно пройти как первый автомобиль, семейный автомобиль. Когда вы владеете автомобилем более одного года, а он старше шести лет, если вы метработник. То есть, скидки реально получить можно. Но, друзья, внимание, я про это снимал прям отдельный сюжет, где рассказывал, что добиться прямой, честной скидки, чтобы вам сделали минус 10%, будет сложно. Поэтому, внимание, от государства поддержка реально есть. Но тут появляется посредник. То есть, я хочу купить машину. Есть государство, которое говорит, я тебе дам поддержку 10%. И есть дилер, который говорит, слушай, ну, раз кредит, значит, нужно в него что-нибудь повесить. Поэтому, друзья, если вдруг вы хотите купить автомобиль по такой программе, имейте в виду, просто-напросто нужно договариваться. Такая возможность есть, вы можете этого добиться. Но с некоторыми дилерами это будет невозможно. Когда они узнают, что вы хотите купить прям на выгодных условиях для себя, но не для них, вам могут даже сказать так, то, что, ну, извините, мы вам тогда машину не продадим. И вы с этим ничего поделать не сможете. Ну, идите, конечно, пишите жалобы, это отдельная история. Сам факт того, что коммерческая организация, они хотят заработать, они ставят вас перед фактом, что вот на таких условиях вы купите. То есть, получите скидку, но вам в тело кредита накинут либо страховку жизни, либо еще что-то. Соответственно, скидка прямая, реально, минус 10% не будет. Но добиться ее можно, и в этой ситуации действительно можно купить на выгодных условиях. Так, например, если брать какой-нибудь Skoda Rapid новый, придя просто за наличку, вы купите машину, ну, минус 20, ну, минус 30 тысяч рублей. А по этой программе реально купить можно выгодно. Мы это покупали в Инстаграме, я об этом делал публикации. Как обманывается Автору? Вот смотрите, если раньше был у нас раскручен, он и сейчас, в принципе, раскручен, сайт Автоспот, многие заходят туда, видят привлекательные цены и хотят купить по ним же, но когда приходят в салон, выясняется то, что таких цен нету, а они действительно при условии кредита, трейдина, вот эта старая песня о главном. Казалось бы, последние, может быть, даже уже два года я про это регулярно в роликах подобных говорю, то, что, ребят, кредит, трейдин, каска, это совсем другая история. Туда могут накинуть в кредит, каска вам посчитают дороже, трейдин вам занизит, но при этом вам скажут, что вам делают скидку дополнительно. И ровно то же самое сейчас происходит с Автору. Многие официальные дилеры активно там публикуют свои объявления о продажах автомобилей, где они пишут следующее, допустим, та же самая BMW 530. Ценник от 3 миллионов 600 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч рублей. Люди заходят, и они, как правило, видят именно первую от 3 600. Они думают, блин, нифига себе, такая машина за 3 600. Ну, к примеру, по всем другим автомобилям, более простым, будет то же самое. Ценник значительно ниже. Он их привлекает, и я не понимаю, почему вы верите, допустим, какому-нибудь порталу Автору, Дромру, Авито. Ничего против них не имею, но сам факт того, что там ценник указан исключительно, чтобы вас завлечь. Чтобы вы позвонили и сказали, я хочу ее, вам скажут, приезжайте. Вы приедете, и здесь все происходит как обычно. Кредит, трейдин, каска. Поэтому, друзья, когда вы находите привлекательное объявление, все, что вам нужно сделать, позвонить в салон, узнать, есть ли в наличии эта машина, и далее задать вопрос, сколько вам на нее скинут за наличный расчет. Вот за наличку это самая честная скидка. Если машина стоит по рознице 4 700, и вам говорят, 4 200, приезжай, забирай, вот, вот это реальность, минус 500 тысяч рублей. Все остальное, трейдин, можно купить дико невыгодно, можно купить действительно выгодно. Каска, то же самое. Бывает так, что людям насчитывают каска даже выгоднее в салонах, чем на стороне, а чаще всего бывает так, что невыгодно. И то же самое с кредитом. Я, например, встречал ситуацию, что многим, да, в BMW, например, в частности, или в других, там, от других производителей, кредиты, естественно, навешивают страховкой жизни. Ну, например, есть человек, вот, недавно покупали машину ему, ему дали кредит 10,7% ставка, безо всего, на большую сумму, там, около полтора миллиона рублей был кредит. Пожалуйста, честный кредит, и очень хорошая цена была на машину. Всем остался доволен, то есть, такие ситуации, они редкие, но они бывают. Поэтому, чтобы вам здесь самим не запутаться, все нужно записывать. Надо приезжать к официальным дилерам, либо звонить по телефону и уже прям вести заметку, сколько скинули за наличку, какая непосредственно поддержка за трейдин, ну и так далее. Но самое главное здесь, самое внимание, нужно отдавать именно кредиту. И вот я даже себе пункт сделал. Вот вы скажете, повторяешься, ты про это неоднократно уже говорил. Да, друзья, я про это неоднократно уже говорил, но, как показывает практика, люди всегда верят в эти привлекательные предложения. И люди, как бы, когда им говорят, ну, с кредитом будет выгоднее, они говорят, о, как раз я же хотел брать кредит. Это отдельная история. Вот те, кто проходит через нее, да, кто купил машину, кто столкнулся с кредитами, и кто увидел вот эти два расчета, когда есть страховка жизни, когда без нее, как меняется цена на машину, когда в договоре у тебя привлекательные цифры, а на деле ты платишь вообще не привлекательно, только потом люди это понимают. Поэтому вы поймите, если вы ни разу еще не покупали машину, и вот вы сейчас хотите там ее купить в кредит, и вы думаете, да ладно, что там, меня что ли обсчитают, да я их сам всех обсчитаю. Готовьтесь, будьте внимательны, вам это незабываемое ощущение будет, когда вы первый раз через это пройдете. Значит, вторая волна. Осенью скидки будут больше. Некоторые люди почему-то ждут осень в надежде на то, что скидки будут больше. Опять же, сейчас уже опять по телевидению начинают потихоньку готовить, что вторая волна, вторая волна. При этом нам говорят, что никакой второй волны не будет, но тем не менее, кто-то уже ее обсуждает. Неизвестно, что будет. Никого не слушайте, покажет лишь только время. Я уже про это говорил, что в том же самом начале февраля никто и поверить не мог, что Москву закроют два месяца, никуда нельзя будет выдвигаться, передвигаться, будет какой-то жесткий режим самоизоляции. Ну, в частности, на продаже, покупке, то, что скаканет курс доллара. Никто об этом не знал. Соответственно, что сейчас будет по осени, фиг его знает. Возможно, получится так, что действительно завезут больше машин, спрос на них станет меньше, а машины стоят в салонах, и тогда действительно будут больше скидки. А возможно, будет совсем наоборот, то, что спрос будет продолжаться, машины будут покупать, и дилеры на этом будут зарабатывать, делая меньше скидки. Поэтому, чтобы здесь не гадать, здесь просто нужно дождаться осени. Те, кто хотят купить машину здесь и сейчас, лучше, друзья, идите и покупайте. Надеяться, что вам, допустим, сейчас сделали 50 тысяч рублей, а вот осенью вам бы сделали бы там 300, но такой большой разницы уж не будет точно. Максимум, где это может произойти, это только лишь в премиум сегменте. А в премиум сегменте, чтобы вы просто понимали, там тоже свои интересные ситуации. Вот, например, Mercedes GLS, тачка, которая стоит примерно от 7 до 9 миллионов, вот я в среднем такие комплектации называю, тоже искали человеку, вообще машин нет. То есть, звонишь дилеру, одна-две машины, звонишь другому, одна машина и то под резервом. Я у них спрашиваю, слушай, а что вы вообще продаете, как так вы официальный дилер, вам нужно продавать машин в большом количестве, а у вас по одной, по две машины. Мы вот так вот из-за пандемии, там, поставки сдвинулись, машин меньше, и на основании этого я спрашиваю, ну что, сколько скиньте? Нисколько. Вот сколько есть розничная цена, по такой покупай. Это, к слову, для тех, кто думает, да по розничным ценам никто машин не покупает. Покупай, друзья, люди приходят, бронируют, покупают. И так по всем брендам, по всем моделям, по дешевым, по средним, по дорогим. Вот, обычно на такой Мерседес бы должны были скинуть, ну где-нибудь, миллион рублей. Можно было бы точно сбить 500 тысяч, безоговорочно. А сейчас такая картина, что тачка вот 8700, скидка 0 рублей, 0,0 копеек. Отдельный пункт, дефицит с тачками. Хоть я про это уже и сказал, но тем не менее, так происходит практически, ну, с большинством брендов. Так, например, у Шкоды с рапидами дефицит в силу того, что я рассказывал, там был пожар у них где-то на заводе с фонарями. Машины готовы, фонарей задних нету, соответственно, машины их ждут. Как только поставят, машин будет больше. Шкода Октавия. Уже есть там слушок о том, что осенью Октавия новая не приедет. Что велика вероятность, что ее привезут на апрель следующего года. А, соответственно, сейчас, которая у Октавии производится, их уже потихоньку, как я понял, с производства снимают. То есть, ближе к осени на текущий кузов Октавии получится так, что будет дефицит по машинам, и у них будут единицы оставаться. И, соответственно, у них скидок, как сейчас, там по 100, где-то там 120, некоторым говорят, там по 160 тысяч скидут, прямая скидка. Таких скидок уже точно не будет. То же самое, например, с Ауди. У них там есть проблемы с Ку-5, с А4, машин тоже все меньше и меньше. У BMW это третья серия. Пятая серия сейчас тоже осенью должна приехать, там, рестайлинговая версия. То есть, если так по модельному ряду пробежаться, такого, чтобы вы прям пришли, и был огромный ассортимент, таких машин становится все меньше. Например, вот у Volvo, да, там есть машины, ты приходишь, там прям куча, разные цвета, там прям вообще просто ажиотаж, например, на XC60. Но это дорогие машины. И в целом, вот вам, пожалуйста, картина, когда буквально два месяца назад мы сидели и говорили, что, блин, а кто что будет есть? Но, тем не менее, вот часть населения показывает о том, что у них вот деньги есть, и они сделали просто такой прыжок в этом месяце, то, что реально многие дилеры просто-напросто перевыполнили план. Я общаюсь с одним менеджером, я спрашиваю, у тебя сколько план, он говорит, 12 машин, я говорю, сколько в этом месяце сделал, там, 26. У другого спрашиваю, сколько, 12 машин, сколько сделал, 16. И это по разным брендам. То есть, такого, чтобы кто-то там не дотянул до плана, там, 2-3 машины не выполнил, ну, я вот, по крайней мере, с кем общаюсь, таких не встречал. Поэтому, если вдруг вы менеджер по продажам где-то работаете, пообщайтесь у своих коллег, если вдруг вот вы скажете, блин, а у нас все по-другому в салоне, не знаю. В целом, по Москве за июнь никто на продажи не пожаловался. И при этом, подчеркиваю, обращаю ваше внимание, что планы перевыполнены, скидки делают меньше, цены выросли. То есть, за июнь дилеры очень хорошо заработали. Это вот как раз к слову о поговорке, для кого война, а для кого мать родная. Я думаю, они просто после апреля, ну, и мая, в июне, просто там, руководитель отделов продаж, менеджеры по зарплатам, все пели песни. Ну, и в целом, звонишь, общаешься, настроение у людей хорошее. К слову, о везении, либо удачной покупке, что каждая покупка, это все индивидуально. Я вам про это неоднократно говорил, да, вот это вот выражение. Все сугубо индивидуально. Вот я вам рассказываю пример. Например, обращается ко мне человек, нужно было найти Toyota Camry с мотором 2,5 литра. Комплектация, если не ошибаюсь, Elegance или Safety. В общем, я обращаюсь к одному менеджеру, и просто так совпало, что он говорит, слушай, у нас есть прям буквально несколько машин 2020 года, которые мы готовы слить. И слить это, одну машину продавали со скидкой минус 210 тысяч рублей, вторую машину продавали со скидкой 200 тысяч рублей. Вторая, это была комплектация S-Edition. Вот эта вот новая Toyota Camry, ну как новая, в кавычках, в обвесе в этом, минус 200 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, на Toyota Camry сейчас в среднем, вот так вот, если вы будете ходить на подобные комплектации, скидка, ну 50-60 тысяч рублей, это прямая скидка. Возможно, кто-то вам скинет там, ну 80-100 тысяч рублей. Ну не 200 тысяч просто за наличку, даже не нужно было делать ни каска, ни трейды называть, ничего. Машина 2020 года. Когда я спросил у дилера, а почему так, он объяснил это, в общем, это ряд стечений обстоятельств. Но у них прям было буквально несколько машин, которые можно было купить. И факт в том, что вот неделю назад минус 200 было, сегодня там минус 60. И все, хочешь, покупай, но не хочешь, не покупай, купят другие. Поэтому вот то же самое происходит абсолютно со всеми марками, моделями. Звонишь одному дилеру, у него машина есть, он предлагает купить ее по рознице, плюс навешивал на нее уже допов по конским ценам, ну по космическим. Покупайте, не нравится, не покупайте. Звонишь другому, у него точно такая же машина со скидкой и практически все те же самые допы в подарок. Я вам всегда говорю, что на канале есть все в открытом доступе. Все ролики, как торговаться, как покупать, куда смотреть, они все есть. Я оставляю в описании плейлист, смотрите, изучайте. Это действительно полезные видеоролики. На основании их вы сможете экономить ваши деньги. Поэтому, друзья, имейте в виду, ссылочка полезная остается в описании. Зарплата менеджеров. Вот это интересный вопрос, потому что со многими менеджерами я общаюсь, так плюс-минус вижу по настроениям, у кого что получается. Как правило, если менеджер хорошо работает и выполняет свой план, у них зарплаты в основном перешагивают за отметку 150 тысяч рублей. Это, по крайней мере, то, что я общаюсь с теми, кто мне готов там назвать свои цифры. Есть менеджеры, которые зарабатывают там 200-250 тысяч рублей. Для них это очень хороший оклад. На секундочку, общаясь там с одним дилером Mercedes-менеджером, он мне говорит, вот раньше, в хорошие времена, у нас, говорит, ребята были старше, ну, кто там давно работал, он говорит, они могли сделать за месяц около 500 тысяч рублей. Действительно, были хорошие оклады, были хорошие заработки. Раньше это, подчеркиваю, до 2013 года. Сейчас же все совсем иначе, но тем не менее, такого, чтобы менеджер там зарабатывал, допустим, там типа 50-70 тысяч, такого нет. У них, как правило, если ты хорошо работаешь, выполняешь планы, зарплаты будут от 100 тысяч рублей. Это, к слову, для тех, кто ищет работу, что делать? Если умеете продавать, вот, к автодилерам, вот, на самом деле, хорошая работа, уютная. У тебя будет свой стол, пожалуйста. Ты всегда чистенький, в белой рубашечке, у тебя есть товар продавать. То есть, ну, такая, мне кажется, работа интересная. Опять же, общение с людьми, общение с автомобилями. То есть, ну, подумайте, друзья, это ни в коем случае не реклама, потому что, как бы, куда хотите, туда идите устраиваться. Но сам факт такой. Значит, когда покупать прогнозы на июль? Я думаю, чисто мои догадки, что июль пройдет вот так же гладко, как и прошел июнь. Возможно, будет небольшой спад, возможно, будет в силу того, что меньше автомобилей. Сейчас, как бы, народ купить хочет, а выбрать не еще. Буду ждать поставки. Но, тем не менее, я думаю, июль пройдет хорошо. А вот, что будет уже на сентябрь, вот это интересно. Август, это такой переменчивый месяц, потому что машина будет подвозиться. Ну, посмотрим. Интересно, что будет. Мой совет. Если вы ищете машину, если она есть в наличии, вам от розницы делают скидку, там что-то дарят, парни, лучше берите. Ждайте, тешите себя, что там что-то к концу года будет лучше. Вот, например, с BMW 5 серии. Многие пишут мне регулярно. Слушай, ну вот сейчас же придет рестайлинговая версия. На текущий кузов должны делать скидки. Так на них и так делали скидки. Подчеркиваю, розничные машины стоят одних денег. Вам все равно их продаются от скидки в полмиллиона рублей. На BMW в июле сейчас на пятерке. Поддержка выросла примерно на 2%. Как раз в силу того, что сейчас на горизонте будет новый кузов. Но 2% это примерно, ну, еще на 85-100 тысяч рублей вам сделают больше. Все индивидуально, комплектации бывают разные. Но такое, чтобы сейчас распродавали пятерки по цене там 2 500, дизельная версия 520 с полным приводом в М-пакете, такого не будет. Такое было раньше, но сейчас этого уже не будет. А новая пятерка, которая придет, она будет стоить совсем других денег. И скидок на них больших поначалу делать не будут уж точно. А приедет она ориентировочно в октябре этого года. Частый вопрос, и вопрос, которым вы можете также задаваться. Посоветую, что купить. Вот у меня есть полтора миллиона рублей. Я хочу купить машину с какой-нибудь хорошей скидкой. Лучше бы, чтобы это был паркетик. Как правило, когда я начинаю людям на этот вопрос что-то давать советы. Посмотри то, блин, не, мне это не нравится. Посмотри то, не, мне то не нравится. И то есть начинается так, что ты человеку перебираешь вариант, а он такой, нет, то не хочу, это не хочу. Здесь каждый должен определиться сам. Вы должны понять, где вы живете, где вы эксплуатируете машину. Быстро вы любите ездить, медленно, большая у вас семья, есть ребенок, нету, трое детей и так далее. Вот на основании этого вы должны выбрать сегодня. Подобрать под себя машину можно, не выходя из дома. Куча различных сайтов, сервисов. Вы можете посмотреть YouTube, на все машины уже есть обзоры. Почитать отзывы, те же самые, Drom.ru, Drive.2, куча дневников, пообщаться с людьми. То есть сел спокойно, за месяц ты можешь любую машину изучить от и до. Поэтому собирайте информацию, садитесь спокойно, анализируйте и сами принимайте решение, что вам покупать. Такое, что искать кого-то, кто вам проконсультирует, подскажет, не нужно, друзья. Вам могут насоветовать то, что нравится одному человеку. Вы сядете, потом вы скажете, советчик плохой, не то купил и, в общем, кто-то будет виноват, но точно не вы. Поэтому, какую машину покупать, это вам нужно определяться самостоятельно. Так, ну и в заключении я вам хочу рассказать историю про Porsche Panamera. Значит, обращается ко мне буквально неделю назад человек, который хотел купить себе Porsche Panamera 4S. Честно говоря, я даже и не знал, сколько на них цены, потому что я никогда такие машины не покупал. То есть, да, были дорогие машины, но на них вот очень редко. Это буквально там за год там 5-7 человек, которые берут машины свыше 10 миллионов рублей. Значит, Porsche Panamera, который ему понравился, стоил, внимание, 11 миллионов 800 с чем-то тысяч рублей. Там, 863 что ли. Начали заниматься вопросом скидок. На машину делают скидку 6%. В нашем случае это было минус 710 тысяч рублей. Человеку это устраивает, он говорит, все, я готов ее бронировать. Бронь 500 тысяч рублей. После чего я ему говорю, может быть, посчитаем кредит ради скидки. Он говорит, ну давай, если это будет выгодно, то я готов. Закидываю удочку менеджеру. Менеджер говорит, да, без проблем, у нас есть прозрачный кредит, там, безо всего. То есть, мы вам дадим хорошую скидку. Что получается? Там первоначальный взнос, внимание, 5 миллионов рублей. Ты в кредит берешь там 6 миллионов на 3 года. Там платежи тоже бешеные. Но сам факт того, что в этом случае вы получаете, ну он получал бы дополнительную скидку в 572 тысячи рублей. Из которых обязательно задача сразу сделать каска. Каска он сам хотел сделать. На него каску насчитали около 300 тысяч рублей. То есть, взяв кредит сегодня и завтра его закрыв, у него была бы каска и у него еще осталось бы 272 тысячи рублей. Я ему звоню, думаю, во, хорошая новость. То есть, человека 710 тысяч рублей устроило полностью. Сам он звонил, он говорит, нашел там что-то 1,5-2 процента ему предлагали скидку. Я же ему нашел 6. Так суть в том, что я ему это все рассказываю. Он говорит, блин, кредит 572 тысячи. Да ну нафиг, неохота заморачиваться. Сейчас какие-то анкеты заполнять. Типа, я лучше куплю так за наличку. Ну еще и каску куплю за наличку. Я думаю, нифига себе. И тогда я помню, делал в инстаграме нашего канала пост об этом. И говорил то, что звучит как тост. Мол, дай бог каждому из нас в жизни дожить до такой возможности, когда мы сможем отказываться от 572 тысяч рублей, потому что нужно заморачиваться и заполнять анкету. Тем не менее, машину он купил за наличку, купил каску, сейчас катается, кайфует. Друзья, вот таким получается этот выпуск. Подчеркиваю, что я чаще выкладываю информацию в инстаграм нашего канала, в сторисы. Какие машины мы покупаем, по какой цене они стоили, за сколько мы их забрали. Подписывайтесь, действительно интересная, полезная информация. Я же продолжаю следить за состоянием на рынке. Все это для себя фиксирую. И в конце июля я вам расскажу, что было в июле и что стоит ожидать на август. Поэтому вот такие дела. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Все читаю, все смотрю, посчитаю правильным. Запишем отдельный ролик по вашим комментариям. Здесь все зависит от вас, какие будут вопросы. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам хочется туда. У меня на этом сегодня все. Поэтому до новых встреч. Всем пока-пока.